Автомобили любят все! Это же так удобно! Сел в комфортную машину и езжай по своим делам! Motor Town Behind the Wheel предлагает нам насладиться процессом вождения, параллельно создать автотранспортное предприятие и стать самым крутым перевозчиком! Товарищи шоферы, пристегивайте ремни! Сейчас, кратко и по сути, мы расскажем про Motor Town Behind the Wheel! Поехали! Начинается игра максимально просто. Нужно создать персонажа, выбрать некоторые настройки управления и карты, а затем тебя выкидывают в достаточно большой мир, выдают небольшой дом и машину. Все, крутись как хочешь, никакого сюжета. Ты волен идти к своей цели, как считаешь нужным. А та самая цель максимально проста – заработать денег, сидя за баранкой. Начинаешь как простой бомбило. Подвозишь тех, кто голосует на обочине, а потом можешь заняться чем-то посерьезнее. Например, стать легальным таксистом или перевозить какой-нибудь товар на грузовых машинах. Не нравится? Садись за руль автобуса и следуй по маршруту. Однако, все и сразу ты не получишь. У персонажа есть шкала уровней, причем не одна. Большую грузовую фуру твоему персонажу сразу никто не доверит. Сначала перевози грузы на небольшом пикапе. Прокачивай определенный тип транспорта. С каждым выполненным заданием уровень вождения грузовиков растет. Получаешь нужный левел, можешь пересесть на технику посерьезнее. Параллельно с уровнем вождения растет общий уровень персонажа. Это также открывает новые возможности. И так с каждым типом техники. Здесь же стоит упомянуть экономическую часть игры. Изначально у тебя только один автомобиль. Все остальное приходится арендовать. Таким образом, с каждого заказа нужно отдавать денежку владельцу машины, на которой ты и выполнил свою работу. Со временем ты сколачиваешь небольшой капитал и можешь сходить на авторынок. Здесь покупаешь уже свою личную машину. Теперь ренту платить не надо. Все денежки забирай себе. Мотортаун посвящен вождению. Геймплей строится вокруг этого. Разные автомобили чувствуются по-разному, но я бы не сказал, что отличия велики. Это аркада, которая не требует предельной концентрации, не требует от игрока совершенного владения автомобилем. Зажимаешь кнопку вперед, переключаешь передачи и рули себе на здоровье. Соблюдать правила дорожного движения совсем не обязательно. Правда, если ты их нарушишь, это может не пройти незамеченным. Гаишников на карте не так много, но если они заметят нарушение, то попытаются остановить игрока и выпишут штраф. Можно попробовать скрыться от полиции, и это несложно. Однако, если ты на задании, везешь пассажира или едешь с грузом, то желаю удачи. Местные ГАИ – это, скорее, такой назойливый, надоедливый фактор, который особой погоды не делает, но и забывать про него тоже нельзя. Хотелось бы подробнее остановиться на квестах. Задания в игре однообразны. Нужно добраться из точки А в точку Б, доставить пассажира или груз из одного города в другой, либо проехать по определенному маршруту. Вот и все. Иногда, дабы жизнь медом не казалась, выполнить квест нужно за отведенное время. Например, будучи таксистом, ты садишь клиента. Он говорит, что торопится, и ему надо попасть в точку назначения побыстрее. Таймер начинает отсчет, и ты понимаешь, если ехать по правилам, то в срок не успеть. Приходится нарушать ПДД, превышать скорость. Вспоминаем про полицию. Попадешься гаишникам – штраф. Устраивать погоню с пассажиром – не вариант. Пассажир должен чувствовать себя комфортно, поэтому нельзя резко тормозить, резко поворачивать, иначе он стукнется и заплатит меньше. Нередко во время квестов приходится балансировать между скоростью и осторожностью. Какой смысл в мультиплеере? Здесь нет никакой соревновательной части, и другие игроки не делают особой погоды. В любом случае, мультиплеер в Мотортаун имеется. Ты выполняешь задания параллельно с другими игроками. Ты их видишь, иногда они тебя подрезают, но чаще всего не обращают внимания и просто едут по своим делам. Они не составляют конкуренции на рынке перевозок, работы, как и автомобилей, хватит всем. Все же, наличие живых людей вокруг – это прикольно. Правда, веселей игра от этого не становится. Мультиплеер в песочнице? Почему бы и нет? Когда ты видишь эту игру, само собой возникает вопрос, похож ли Мотортаун на Евротрак-симулятор. И да, и нет. Действительно общего много, медитативный геймплей, однообразные задания, доберись из точки А в точку Б. Вот только размах у Мотортаун совершенно не тот. Мир пусть и не маленький, но намного компактнее, нежели в Евротреке. Проработан он намного хуже. Примитивные, даже схематичные города, обычные перекрестки вместо солидных дорожных развязок. Графика тут и близко нельзя сравнивать. Евротрек, конечно, можно назвать старшим братом, но это однозначно разные весовые категории. Да и оптимизация в Мотортаун подкачала. Безусловно, игра в раннем доступе и этот момент подтянут, но на момент написания текста оптимизация при такой графике разочаровала. Если что, у меня Родионовский аналог 1050 Ti. На 1060 проблем уже нет. В любом случае, от этой игры ты не ждешь лагов и фризов. Проект не стоит на месте. Мотортаун Behind the Will регулярно обновляется. Игра выглядит целостно и продуманно, продукт явно на любителя. Игра не может похвастаться ни динамикой, ни разнообразием. В любом случае, это хорошая инди-игра. Сделана с любовью, поэтому мы ставим городу моторов 7 колес из 10 и рекомендуем любителям жанра. На этом у нас все. Будь здоров!